здравствуйте любители l2r у нас сегодня корейский сервер у них вернули одиночный колизей но и в принципе можно наверное даже посмотреть его вот это самый высокобм на выбрал корейский сервер но мы видим что здесь по игрокам как-то прям какие-то прям огромные разрывы между бэмами среди игроков какие-то комнаты вообще пустые давайте пробовать найти какой-то плюс-минус равный военный бой ну вот принципе что то есть 126 против 124 ну конечно у нас на европе на америке таких да и на азии впрочем тоже таких бэмов нет тут нас битва 2 а вышек обратите внимание новых на хп там 1 18 чем-то миллионов другого 16 почти 17 ну давайте посмотрим кто кого-то передамажит так ну тут как бы игроки пока бегают ну да вы для европы конечно это редкий класс насколько я знаю ну судя по последним колизеем которые записывал выкладывал на них то особо ты никто не ходит по моему даже не то что особо не принципе никто не ходит тут на корее видите что два игрока с бмом примерно 125 миллионов бегают на вышках карта большая шипами ну пока что здесь у нас принципе беготня друг за другой до крылочки такие красные светятся значит игроков сделаны лр там на всю ноту до 1 хорошо получает громом но тут они дерутся и кстати прям как-то раз и шот 0 и ну да там сработала тень вот это вот тряпочка какой-то называют народе и да у нас один а вышка уже впереди ну само собой не буду называть ники потому что хрен узнать как это читается пишется переводится поэтому просто будем их по классам называть и смотреть клан здесь и гнинш и гнить его на 2 тоже нить но два сокла но как видно не все-таки дерутся поэтому здесь есть на что посмотреть как бы ну да то то вышка который ведет видите что у него хп маловато как бы а тот то который встал и сейчас как бы ну может да попробовать свести этот поединок к 1 но 11 там может быть но потом уже конечно будет по вам смотреть уже поставших и поэтому если будет результат равный но пока что здесь принципе то кто первый килл сделал туда-сюда бегает но вот видите просто подбежал и шотнул ну как бы да все таки когда криты там страшная штука с такими бм с такими атаками там если учитывать еще что тут zr уже great у брони и у пух то там у пухи и атаки где-то по-моему но если брать там мэма так f атаку там 6 копейками миллионов понимаете да то есть там если защиты меньше подбежал как бы ткнул и прям gg накидывает на себя все что можно и мы видим что здесь принципе краски счета сейчас равный но хп у того игрока которого убили последним сейчас больше вот у него 18 миллионов он бегает до накидывают друг на друга они не друг на друга смысле каждый на себя да тут прям как то вообще видите что здесь страшно творится какие-то прям немыслимые бм и бм и отрывает как бы какие-то прям уроны немыслимые что тут буквально подбежал кнул и у рака там 15 миллионов хп просто куда-то испарилась на самом деле сам смотрю это первый раз просто как это все вели у них все эти zr и когда у них такие бм на корее появились тут конечно но колизеи то у них не было долго времени колизей только вот вернули поэтому вы сами все видите так давайте посмотрим сейчас что у нас тут по другим комнатам какие то есть тут ну да тут можно кстати выявить какие-то пары потому что бм и же плюс минус здесь есть какие-то одинаковые так но кстати 125 126 так 120 110 тут по моему еще что-то идет давайте нет пожениться уже ничего не идет так 101 103 а мы смотрели по моему только что вот этого товарища да ну да похож наверное один из нет ни один сам кстати похоже я что тут если открыть рейтинг игроков на этом сервере то здесь есть вот за 145 142 ну я их что-то не вижу здесь как бы в этом непосредственно не участвует похоже они в колизее а может и участвует непонятно ладно возвращаемся но у нас тут есть еще 40 секунд до того как сформируются пары до для 1 32 он кстати смотрите по забавная конах и кинг инконах то есть вот дух против друга будет забавным мультиклан может уже один на или нет индийский вообще один игрок играя да и гнишин такой закрыл случайно ну да не знаю клана будет забавность там только запущено два окна и по факту там как это шахмата сам собою ладно мы сейчас дождемся все-таки формирование пар 1 32 да мы дождались и вроде там были какие-то ну вот кстати 107 войс 109 плюс мин пулин 109 против 108 так кто у нас тут по профам так у нас похоже беллатор против костетчика два орка давайте понаблюдаем за двумя орками обм примерно одинаковый маленькая карта так что косичку нас приуныл стоит задумался нет побежал кстати разница в бэме вы сами видели что минимальная но от php разница прям какая-то большая то есть по сути практически 2 миллиона разница в хп но я не знаю может быть там как-то не специально хп себе поднимают опять кстати игроки этого клана и гнишин но там если открыть кланы то там на корее я обратил внимание на высоко бм на в серверах у них там принято что по сути и один сервер держит один клан у них там с первого там по четвертое место может быть клан там с одним названием для них это нормально причем как бы ну да у них внутри серверов конкуренции по факту нет вся конкуренция там идет на адане но судя по последним аданом там тоже альянсы между собой там все разрулили и по сути они так туда-сюда замок этот 1 передают три раза подряд сидят чтобы синие получить как бы и все на этом но вара там да есть но с таким бэмом здесь кланы уже по 5 миллиардов бэма у кланов но здесь пока принципе бегают нас белла тора за костетчиком костетчик у нас взял центральный баф у белла тора начинает тикать хп кстати бодренько по 300 тысяч за раз убавляется поэтому здесь наверное как-то не подкорректировали когда вернулся одиночный колизей на корее они наверное как-то и баф эти тоже ну что-то с ними сделали чтобы там было более существенно убавлялась хп но кстати обратите внимание практически оба бегают на минимальном хп игроки и тут кто кого первый собственно говоря грохнет у костетчика есть хорошие станы чем он и воспользовался и собственно костетчик у нас ведет но белла торт за ним сейчас будет конечно гоняться потому что костетчика осталось очень мало хп там буквально подбежать к нуте и все как бы ну костетчик бегает кругами вот так вот продолжая мысль по поводу того что один клан может доминировать как бы всем сервером да так и есть по факту там с одним одинаковым названием скорее всего там какие-то могут черточки быть там троглифы которые похожи по факту там может быть это один клан который по сути забирает весь контент и ничего в рамках одного сервера не делится но на корее у них регулярно кстати вводят билеты на переход смены сервера буквально там каждые три месяца ты буквально в четверг у них очередные билеты эти были но я так поглядываю за этими кланами которые там есть на особо никто никуда не рыпнулся все остались при своих не может какие-то мелкие кланы перешли куда-то игроки но но тут как бы не разберешь но крупные игроки и кланы и обратил внимание они остались при своих так ну что у нас здесь происходит нас происходит то что сейчас рискует умереть сейчас нас костетчик да он умирает и тут остается у нас буквально 10 секунд до конца и билатура на самом деле достаточно просто побегать и просто выиграть по хп но костетчик бросается в бой но мне кажется мне времени будет уже не ну где-то извиняюсь неправильно высказался побеждает нас по факту костетчик потому что один один же счет да все правильно лишь по разу другу бери костетчик реснулся у него было полное хп в билатура было хп половине на поэтому собственно костетчик победил так ну давайте поглядим да кинг у нас победил конга поздравляем так сказать что тут еще у нас есть 140 миллионный персонаж есть они вот же пожалуйста вот он марки не так понимает топ-1 всех корейских серверов и у нас у нашей е ну туда тут видим и заклепочки все красные тут к все как положено вот и пояса тут все на максимум все как у людей но кстати сразу обращу внимание что на корее в геройский беже отсутствует стат который дает сопротивление крит урону собственно говоря поэтому они друг друга довольно бодрее пробивают это как касается и коризеев касается и осад касается и арена и три на три и пять на пять потому что вы сами прекрасно все знаете вот это наша европейская американская азиатская три на три где будет ну приобрел преобладают там всякие ешки палатом шеешки и люди в основном ходят там счет либо 0-0 либо там 1-0 там носит пачки жирные довольно таки то они тупо бегают друг вокруг друга и не могут пробить вот потому что мы отхил идет хороший и защита до хрена вот а тут как бы но и собственные статы где работают которые снижают критер он вот а тут такого нет и тут у них довольно все быстро происходит но вы видели первый бой где две вышки там по сути подбежал кнул 15 лямов хп снял вот и все довольно динамично ну может быть конечно нас когда-нибудь такое будет но мы как-то прям в плане пвп контента довольно серьезно отличаемся и вот ну и тут а кстати осаду никто немножко по-другому выглядит там миллионными миллиардными ставками не перекрываются так ладно значит у нас получается будем сейчас искать какой-то дать поглядим вот этих вот товарищей у них одинаково практически бм а у нас тут я так понимаю вл против этот пингвин хрен поймешь кто это но я подозреваю что это наверное аркана потому что там сырок пал и аркана у человека и судя по тому то что он с какой-то палкой может пал ладно сейчас глянем да это пал против вл по хп по хп у пала побольше бросаются они принципе сразу драку начинают друг друга бить потихонечку снижается у вл хп так что опять один клан или нет так сейчас что-то куда-то пропали надписи над головами ну да они просто стоят пока дерутся пытаясь за рук пробить на себя накидывает ульту пал так и внешне да это опять игроки этого одного клана который на самом деле не 50 человек можно сказать а 200 человек потому что там с первое по четверто место они все одинаковые поэтому но судя по тому что они тут все дерутся между собой так что я думаю там до игроков наверно каких-то особо да и нет как бы хотят они наверное себя как-то проявить там показать вот но и что у нас происходит а происходит то что пал наносит урона больше хотя бы м там практически идентичной то есть у обоих игроков примерно по 130 миллионов но дерутся дерутся они хватает там баф это понимаю king успевает схватить ну и опять нас пошла здесь заруба по центру ну да впитывает как-то урон от вл поболее и хп от не остается не так уж и много так отбегает у нас пал но интересно сможет ли вл что-то сделать этому полу но пока нет пока все-таки полда на себя сильный удар накидывает но там вл 9 лям хп остается у нас так бегать бегать за ним все время так сейчас пал у нас начинает отбегать но вводят как-то хороводы это но я так подозреваю что они на рветы друг друга кто-нибудь убьет я не вижу шопки хотя может рарные скиллы припасли там напоследок громом там по башке дать но хз посмотрим пока дерутся пациентам должен появиться баф центральный кто его заберет это понятам пал кинул агр на бафе и смог его забрать вл отбегает хотя тут они еще светятся хрен поймешь как бы что это свечение дает крылышки понятно красная то что желтому светится фиг узнает но вл а здесь как-то немного плохо так там полетелся и гром но тут непонятно чей это был гром и в кого но судя по тому то что хп у обоих игроков не поменялось от этого там либо кто-то промахнулся либо кто-то дал себя но кстати здесь прям успевает на себя накинуть после момента выел целительный удар иначе бы он просто откинулся до 20 секунд остается у нас до конца и скорее всего здесь наверное пал победит потому что вл не наносит достаточно урона чтобы как-то пробить что-то сделать и мы видим что время всего бывает бывает а у вл а так и хп принципе тоже бывает и убывает остается там буквально там две с половиной тысячи два с половиной миллиона хп 3 секунды до конца и тут наверное уже все да там еще и полна лук переключилась под конец побеждает нас паладин и поглядим сейчас то там у нас остались так но побеждает до бм хотя не осмотрите бмс откибу этого паладина был на 4 миллиона то побольше так это у нас кто это у нас и я однако я уже ему там на ешках вообще никто не хватит так это у нас а в по-моему как раз и вы видели самом первого хотя тут 140 там поменьше бм а это нас наши еда но кстати они нам друг против друга будут можно их посмотреть бм почти равный так я просто но смотрю на бм и до игроков принципе те которые мало бм на и уже все подлетали то есть те кто остались нам сам бм но скорее всего наверное топ-2 сейчас 140 лямов мы сейчас поглядим рейтинг ну по ходу да это то есть два игрока по сути которые сейчас будут топ-1 топ-2 причем не только этого сервера я так понимаю всех корейских серверов то есть это 45 миллионов просто 42 миллиона бм конечно очень впечатляет но кстати о чем я говорил сейчас так вот клана выделим да внутри клана 43 то есть и гнишен и гнишен и гнишен и бм кланов вы сами видите а И так, значит, продолжается наш Колизей. И давайте мы сейчас поглядим, какие у нас тут пары сформированы. Это у нас уже получается 1 четвертая. Ну и, наверное, будем, да, смотреть, наблюдать за этими товарищами. И тут, как видите, что даже по ставочкам люди ставят и на тех, и на тех. Потому что думают, как бы, кто же победит. Скорее всего, наверняка здесь никакого не будет. Ну, я ставить ничего не буду, мне, собственно говоря, пофигу. А мы просто подождем. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, остается у нас 3 секунды до начала. Смотреть мы будем, как я и говорил, вот этих вот ребят. Топ-1, топ-2. Всея Кореи. Опять у нас большая карта. И у нас АВ против Ши. По ХП, да, у нас, конечно, у Мартини там 22 миллиона ХП. Так, что-то он просто задумался. Неужто он АВшка решил просто сдаться? Ну, к этому, походу, все и идет. Ну, печалька, печалька. Игроки решили не драться. Ну, давайте мы сейчас дождемся, пока у нас откинется вот эта АВшка. Чтобы убедиться, что тут действительно будет сейчас договорный матч. Хотя, да, там он ведь и... ХП, что-то сразу там 11 миллионов стало. Ну, походу, пропускает, наверное, вперед. Ну, да, там, кстати, прилетело сверху у нас... Копье. И, да, печально. Не получилось у нас драки между топ-1 и топ-2. Давайте поглядим, может быть, там что-то где-то в другом месте есть. Так, тут ЕЕ против Гном Хилла, как я понял. Прям вернули нам 2020 год, когда была мода ходить у нас на Гном Хиллах. И мы видим то, что сейчас никто пока никого не убил. У ЕЕ-шки ХП больше. ЕЕ-шка дает дебавку куда-то в сторону. Заюзы, кстати, Курпа Гибели. Бросается она за Гном Хиллом. Вот. Ну, пока они здесь дерутся, конечно. Ну, и хилятся они тоже довольно бодро. Но за счет того, что ЕЕ-шки ХП больше, тут, кстати, может она и победить. Если, конечно, Гном Хилл что-то не предпримет. Ну, да, и как обычно у нас это все один клан. Я подозреваю, что... Ну, знаете, а перед тем, как этот Колизей, так сказать, смотреть именно этот сервер, я там прошелся по другим жирным серверам. И там ситуация аналогичная. По сути, тоже там с первого по какое-то место один и тот же клан. И поэтому выбор-то не богат. То есть нет такого, чтобы, например, там первые, вторые кланы ПБМ, это были кланы разных сайдов. И что там, само собой, будет драка. А тут, получается, игроки дерутся в рамках одного клана. И вот видите, предыдущий бой, они там договорились. Вот тут вроде дерутся. Поэтому давайте поглядим. Тут как бы не угадаешь. Но ХП, конечно, у Гнома Хилла осталось значительно меньше. Ешка наносит больше ДПСа. И у Ешки там 17 миллионов ХП еще в запасе. Гном Хилл практически ничего сделать не может. Но вряд ли там, конечно, есть какая-то раскладка, которая Гнома Хилла бустанет таким образом, что там стало больше, чем 17 миллионов ХП. И у нас, собственно, время-то подходит, заканчивается уже. Тут остается 20 секунд буквально. Вот, там Ешка себе снимается, что можно. Ну и, я так понимаю, Ешка уже особо не напрягается даже. Вот. Ну да, там все-таки разница по ХП колоссальная. Там еще Ешка успевает бросить свой этот скилл из Баттлмастера. Рез заюзывает, там, чтобы откатить скиллы. И там еще Дебаф полетел. Ну и Ешка, собственно, выходит в полуфинал. Без каких-либо проблем, судя по бою. Так, значит, у нас получается Мартини Шиге. Ее. Так, тут у нас победил, так понимаю. Давайте глянем. Ага, это тот самый Паладин, которого мы наблюдали, как я понял. И последний. И тоже Ее. Так, подождите, мы... Походу, я не того смот открывал, да? Да. Вот это мы смот... То есть, получается, у нас два Ши Е, Ее и Паладин. Ну, глянем, глянем, будут ли тут еще какие-то договорные матчи, потому что все четыре игрока, они все из одного клана. Так что непонятно. Пока мы ждем, пока закончится у нас время. Надо... Продолжение следует... 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 И, скорее всего, наверное, надо смотреть просто на его стримах, кем он ходит. Ну, я там видел, он там и на сырком бегает, и арканы бегает, и кем только и ПВшки бегает, и кем только не бегает. Вот. Ну, на Корее, видите, у нас, скорее всего, будет финал ЕЕШЕ. Ну, по крайней мере, пока игроки ничего не меняют. Так, пояс. Кстати, пояс Гунгнира, как я понимаю, одет. А у Ешки мы сейчас пояс поглядим какой. А тут у нас пояс, не помню, что это за пояс по иконке. Блин, нет, не помню, короче. Ну, он дает, это, по-моему, наклонение дает, если 9 разных заклепок. А что за скилл, просто тупо забыл. Ладно, не суть. Ну, тут как-то преобладает, прямо настаивать себе на ШЕшку. Скорее всего, наверное, так как его уже раз в финале... Ой, ну, не в финале, там, по-моему, четверть в финале уже вперед пропустили разик. Наверное, здесь тоже будет. Ну, дождемся сначала. Если там будет какой-то договорняк, то это можно как бы заканчивать. Кстати, на Корее вот дофига серверов, много игроков. Они могли бы колизей межсерверный сделать. Может быть, поинтереснее было. Спасибо. 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 Так, бой начинается. Маленькая карта. Ну, суть в том, что баночки никто не заюзал. Давайте смотреть. Да, но еще и у нас этот Мартини пошел на слейер, на своем основном классе, и просто уничтожает на Ешку. Ну, тут как бы все понятно. Видно то, что договорняк. И у нас Мартини, не напрягаясь, топ-1, собственно говоря, этого сервера. Топ-1 всех серверов Кореи. Без проблем забирает, так сказать, ну, смотрите, у него ульта просто летит и вообще ему ничего не делает. Так сказать, без проблем забирает этот одиночный колизей. Ну, и все, собственно. Пожадничал, пожадничал нас топ-1. Мог бы и кому-нибудь сокланов отдать. Так, ну, на этом, наверное, все. Пишите в комментариях, вообще, нужен ли этот вам колизей, нужны ли эти записи. Потому что у нас-то на Европе интерес был минимальный, но, может быть, корейцев посмотреть захочется. Поэтому, если что, раз в месяц, пока у них он идет, можно и позаписывать. Ну, на этом с вами прощаю. Всем спасибо за внимание. Всем пока.